Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана. Наступило то долгожданное время, когда мы снимаем наш урожай, когда мы оцениваем результаты сезона. Но перед тем, как мы пойдем все смотреть, как всегда маленькое предисловие, сезон начинался плохо. Май морозный, много нанес нам повреждений, но природа нам подарила четвертый месяц лета. Простоял прекрасный теплый сентябрь. Да, сроки созревания по некоторым сортам сместились, тем не менее, урожай мы получили вполне неплохой. И еще, прежде чем мы начнем нашу экскурсию, роликов по урожаям будет несколько. Сегодня мы с вами смотрим столовые сорта на новом участке. Это в основном все трехлетки, ну где-то может быть попадется двухлеткам. Также будет отдельный ролик по сортам на старом участке и еще отдельный ролик будет по технарям. Там посмотрю, если удастся совместить все вместе, совместим все вместе. И еще, сегодня мы смотрим очень кратко. Сортов много и если я буду рассказывать про каждый, то ролик получится очень-очень длинный. Поэтому сегодня смотрим кратко характеристики, более подробные. Будем в дальнейшем выпускать ролики, уже там компонуя по несколько сортов. Ну что ж, а теперь пойдемте на экскурсию. Это у нас полонез 50. Вот такие красивые, крупные грозди, яркие. Цвет такой очень насыщенный. Смотрите, какая крупная, красивая гроздь. Крупная, красивая ягода. Для первого плода ношения вообще шедевр. Ну, начало сентября полностью готов. Приятно гармоничный вкус. Слегка хрустящая, очень сочная мякоть. Это у нас кишмиш черный хрусталь. В прошлом году у него уже была сигнальная гроздика. А в этом году гроздей несколько больше. Вот там вы видите две. Вот такие красивые. И вот здесь, на переднем плане, вот гроздочка. И здесь ягоды покрупнее. И еще на второй плоскости тоже есть гроздочка. Смотрите, какая ягода крупная. Ну, в принципе, она крупная для кишмиша, даже вот те, которые помельче. Ну, а те, которые покрупнее, вот эти ягоды такие. Очень хорошего размера. Ну, вот теперь смотрим, что у нас внутри. В самой крупной ягоде. Вроде как мы видим косточку, но она мягкая. Это рудимент. А вот поменьше, да, там вообще ничего и нет. Причем я специально укладываю это на ладонь, чтобы был виден размер. Вот еще раз на другой плоскости. И вот здесь какие-то ягодки вообще более круглые. Такое ощущение, как будто ягоды с разного куста. И еще одну гроздочку мы уже срезали. На 12 сентября ягода абсолютно полностью готова. Вот одну гроздку мы уже срезали. Но это пока висит, потому что пусть хранится на кусте. Пока нет необходимости в срочной срезке. Красотка Прямо Украины. Посмотрите, как она зарумянилась на солнышке. Какое хорошее опыление. Такая плотная гроздь. Это ее первое плодоношение. Ягоды тоже такие. Есть чуть помельче. Да, есть совсем такие вот тыковки. Крупные, красивые. Гроздочки у нас таких две. Вот эта покрасивее. И есть еще там на земле. Она, конечно, несколько скромная. Ну, что хотеть от небольшого кустика и от первого плодоношения. Прямо Украины очень узнаваемый, очень характерный вкус. Это цитронный мускат. Ягода имеет плотную мякоть. Очень хрустящая. Прекрасно висит на кусте. При этом, несмотря на свою яркую ароматику и то, что легкий запах можно ощутить даже рядом с кустом, ягода осы не поражается. В этом сезоне полностью готова на 5 сентября. Красотунчик пестрый. Ну, видно, что уже тут нормально так поклевано. Вот такой, но очень яркий. Нереально красивая ягода. Да, в этом сезоне не самого крупного размера. Ну, кустик молодой. Вот, просто в руке показываю, чтобы было лучше видно размер ягоды. Сейчас подсветим немножко. Вот, смотрите, какая красота. Ягода у него хрустящая, вкус тонкий, приятный мускат. Вот, невозможно, с какой-то такой легкой цитронной, либо конфетной ноткой. Очень вкусный. И на конец августа полностью готов. Киш-меш-бровищем. Вот такая красота. Конечно, ягодки разнокалиберные. Ну, что поделать? Первое плодоношение вот на этой грозди. Грозь такая поплотнее. Ягодка довольно крупная. А в этой немножко разнобой. Да, есть более мелкие. Ну, есть вообще вот такая вот крупняшка. И вот еще грозди на другой плоскости шпалеры. Смотрите, какие красивые. Ну, вот ягоды на этой грозди. Вот, показываю. Да, ягода без косточки. Несколько я их попробовала. Разных они все без косточки. Понятно, что вот здесь тоже будет все без косточки. За исключением, может быть, вот этой внешней большой ягоды. Но пока что даже жалко ее срывать. Вот она чуть не докрасилась. Все остальное уже готово. Приятный гармоничный вкус. Тонкая кожица и очень сочная мякоть. Подарок не святая. Одна маленькая грозди. Вот с такими довольно крупными ягодами. Внешне похожа на память учителя. Но несколько отличается по вкусу. Подарок не святая, именит мускатный вкус. Но мускат такой не парфюмный, не бьющий, не тяжелый. А тонкий, нежный и легкий. На начало сентября все полностью готово. Ну вот по треску, после массовых дождей. Заметила одна ягодка. Чуть-чуть треснула у плодоножки. Ну это несущественно на самом деле. Шарадо очень темная. Прям такая черная. Да, маленькие гроздочки. Но смотрите, какого размера ягоды. Прям очень крупная, очень хорошая. Очень красивая. Реально ранний срок. Уже в конце августа мы ее тут подклевываем. Просто есть пока еще другая ягода. Поскольку это может висеть. А поскольку это может висеть на кусте. Вот она пока не висит. Вот несколько раз уже в этом сезоне говорила, что жалуется на шараду в плане треска. Ну, у нас вопросов к ней нету. А при том, это уже ее второе плодоношение. В прошлом году она уже показывала у нас урожай. И в прошлом году, несмотря на сильные дожди, она не трещала. Ну, в этом вот единичная ягодка. Маленькая трещинка. Абсолютно несущественная. Ягода сладкая, с приятным, нормоничным вкусом. Это у нас бажена. Вот такая маленькая грозточка. И вот еще маленькая грозточка. У нас очень много обещающих ягод. Посмотрите. Это какие-то, ну, даже не перепелиные яйца. Вот такие очень большие. Потенциал показывает замечательно. 12 сентября ягода готова. Ягода хрустящая, с легкой, приятной кислинкой. Сладенькая, сочная. Тоже с приятным таким хрустом. Роза ранняя. Вот такая вот красотуша. Три грозди, две с этой стороны. Одна с другой. Очень крупная ягода. Очень красивая по цвету. Ну, конечно, размер у нее тоже такой серьезный. Вот с этой грозточкой все хорошо. Это лежало на земле, совсем на земле. То есть, видите, она может плодоносить на первых почках. Да, поэтому тут слизи немножко подпортили. К сожалению, картинка дальше осы там тоже немножко подгрызли. На начало сентября она полностью готова. Ягода хрустящая. Очень сочная. Прям мякоть, как вот, мне кажется, аж брызжет. Сладкая и есть какой-то легкий фруктовый аромат. Такой очень приятный. Хелена. Такая же красотулька. Такая же яркая на солнце. Хотела подсветить немножко. Ну, понимаю, что даже и подсвечивать здесь ничего не нужно. Она и так прекрасна. Ну, вот немножко солнечный зайчик по ней побегал. Посмотрите, какая хорошенькая. Третий год кусту. Это не единственная гроздочка. Ну, вот есть еще. 12 сентября ягода полностью готова. Ягода сладкая. Мне кажется, что легкая нотка муската там есть. Она такая слабенькая. Она не навязчивая, не бьющая. Но немножечко какая-то вот проскакивает. Черная изюминка. Первое плодоношение. Грозди небольшие. Ягоды большие. Вот такие вот красивые. Хорошо зреют глаза. Даже вот таких жирущих побегов. Все равно она зреет. Без какой-либо помощи. 15 сентября. Ягода полностью готова. Вкус сладкий, приятный, гармоничный. Ягода поначалу хрустящая, потом сочная. Вот это красота. Это у нас кишмиш запорожский. Который мы посадили вот на этом участке. И, конечно, да, хорошее проветривание. Здесь ему довольно свободно. И результат гораздо лучше, чем на даче. Вот такая красота. Причем интересно. Здесь он начал краситься чуть позже. Но на даче он немножко еще кисловат. А здесь вот 12 сентября абсолютно полностью ягода готова. Сладенькая, приятная, с мармеладной мякотью. И у запорожского есть такая характерная тоже мармеладная кислинка. Очень приятная. Денька, одна гроздочка показывают в таких условиях на зеркале. Потому что она совсем внизу, плодоношение из первых почек, третий год кусту. При том, что в первый год это был такой очень замученный черенок, который мы думали и не выживет. Мало того, что он выжил. Вот он на третий год, как ему положено. И показал сигнальный урожай. Прятала ее тут в мешочек, потому что низко на земле. Кушают слизни. Смотрите, ягода крупная. Кажется такой очень плотной. Вот если просто ее взять, но на вкус. Она такая не твердая мясо, а очень сочная, с приятным фруктовым ароматом. Вот если с кем-то сравнивать, чем-то похоже на розу ранее, но все равно они немножко разные. Здесь у нас вот такая красотулька богема. Гроздь в этом году небольшая. Третий год кусту, первое плодоношение. Очень красивый цвет, такой розовый. Если присмотреться немножечко в полосочку. Если смотреть в контровом освещении, солнце очень красиво просвечивает эту ягоду. Внешний вид, конечно, супер. Смотрите, вот рядом с моей рукой, с пальцем, да, ягода крупная. Здесь я уже погрызла ее. 12 сентября полностью готова. Сладкая, с приятным таким тоненьким мускатиком. Легкий хруст, очень сочная мякоть. Вот у нас дарвика первая, плодоношение. Ягодка кругленькая. Немножко в ребрышке, с красивым окрасом. Вот на этой гроздочке мелковата. И здесь видим потенциал. Кстати, смотрите, вот на что хотелось бы обратить внимание. Да, вот. Это все один куст. Здесь ягодка кругленькая. А здесь совершенно другая, вытянутая. И даже ребрышек, ну, немножко меньше здесь. То есть, ну, вот разные побеги, да, чуть-чуть разные. Варьирование формы ягоды может быть. Очень красивый окрас, конечно, такой эффектный. Очень эффектный. 15 сентября. Ягода готова. Гармоничный вкус. Сладкая, хрустящая, сочная. Ара-белла. Третий год. Первое плодоношение. Вот такие обалденные гроздья. Чуть ли стильнее закрываются. Гроздья на другой плоскости. Ну, чтобы было так. Лучше видно, вот. Вот такие они по размеру. Ну, конечно, это самая большая. Это чуть меньше. Но вот эта тоже большая. Вот такая красотень. Ягода тоже размер. Очень даже хороший. Очень эффектная. Плохо росла в этом году. Как-то мы думали, что мы ее перегрузили. И, в принципе, конечно, немножко перегрузили. Все-таки это первое плодоношение. Когда стояла сушь, у нас два месяца не было дождя. Вот она совсем стояла на месте. И только ближе к августу пошла в рост. Поэтому несколько сроков созревания затягиваются. На 17 сентября она все-таки уже готова. Приятный гармоничный вкус. Сладкая, сочная и, как мне кажется, с легким фруктовым послевкусием. Вот это, я вам скажу, не форма, а шедевр. Это Наташа Ростова. Третий год кусту. Уже в прошлом году мы видели сигналку. В этом, несмотря на плохую весну, гроздей много, плодоносит она на всем, на крайних побегах, на средних побегах. Вкус. Вкус обалденный. Сегодня у нас 12 сентября. Конечно, да, мы видим, что грозди по-разному окрашены. И степень зрелости у них тоже несколько разная. То здесь мы ягоду пока не пробуем. Но вот на этой грозди, вот на этой грозди. А вот там ягода уже полностью созрела. Она полностью готова. Вот вкус. Яркий мускат с цитронной нотой. И я вам скажу, что по сравнению с Примой Украины, мы вчера специально с мужем пробовали одну-другую ягоду, Прима Украины, по нашему мнению, нервно курит в сторонке. Эта ягода более интересная, более приятная. Мяготь, правда, мягче. Прима, она такая прям мясо-мясо. У Наташи она более мягкая, более нежная, такая вот более желейная. Но я, например, гораздо больше люблю такую ягоду. Это у нас Нельсон. Сразу видно, что плодоносит на крайних почках. Для нас, для северного виноградарства, это очень хорошо. Небольшие сигнальные гроздочки. В принципе, ягода такая, хороших размеров, да, потенциал есть. Ну, то, что грозди небольшие, чего хотеть для первоплодоношения, тоже вот ягода, да, такая хорошего размера. Но тут снизу нам немножко подъел слизень. На 12 сентября полностью готов. Ягода с легким хрустом, мякость такая очень сочная, взрывная. Вкус сладкий. Такая немножко ощущается во вкусе легкая терпкость. Оскар. Маленькая грозда, что-то нереально красивая. Смотрите, форма ягоды. Да. И размер. Размер обалденный. Не будем скрывать, шел дождь. Дождь был в серии. Перед этим стала долго сухая погода, и ягода потрещала. Вот, показываем, как я истреснул носик. Но было это 4 дня назад. И мы специально оставили вот эту ягоду, посмотреть вообще, что и как будет. И вы видите, да? Ничего, не изогневания, да, ничего страшного. Поэтому пока мы считаем этот треск не совсем критичный. И даже совсем не критичный. Особенно для молодого куста, для первого плодоношения. Для сложного года. 17 сентября. Ягода полностью готова. Приятный гармоничный вкус. Ягода хрустящая, очень сочная. И у нее очень приятная мармеладная мякоть. Бруно. Небольшая компактная грозда. Ягода среднего размера. Вот такая вот. В прошлый дождь несколько потрещала. Специально показываю, как есть. Смотрите. Ну, потрещала, ну, поизюмилась. Хватит нам поесть? Ну, хватит. Сладкий приятный вкус. Уже на начало сентября ягода была готова. Можно срезать и съедать. Приятный такой хруст. Ягодка мясистая. Притом тоже в большинстве своем пострадала вот эта гроздь. Вот та гроздь вторая. Да, вот она. Ну, видно. Вот там одну ягоду ест оса. Все остальное там целенькое. Вот еще одна. Его же гроздь, опять же. Это у нас урум. Трехлетка. Вот такие красивые гроздочки. Компактные. С достаточно крупной ягодой. Приятного розового цвета. Ну, единственное, что да, есть немножечко. Вот такая неравномерность окраски. Да, и вот это мы понимаем, что не удовлетворение. Ну, вот гроздь, ягода, да, размер очень хороший. На 15 сентября ягода полностью готова. Сладкая, хрустящая, приятный гармоничный вкус. Это у нас кишмиш. Северный медовый аромат. Вот это одна половинка куста. И вот там вторая. Кусту третий год. Ввиду весенних морозов есть некоторые пробелы на лозе. В этом году опыление так себе. Но тоже видно, да, на переднем плане такие помельче гроздочки. А вот там вот на второй плоскости. Там смотрите, какая хорошая, красивая гроздь. То есть потенциал на самом деле есть. Ягодка мелкая. Да, чтобы было видно по сравнению с рукой. Ну а зато 100% без косточки. Никаких рудиментов, ничего там нету. Ягода сладкая. С такой желейной мякотью. Аромат специфический. Там действительно есть нотки меда. Какие-то еще цветочные ноты, фруктовые. Есть некоторая схожесть во вкусах с сортами прибалтийской селекции. Типа вардовый, типа лепсный. Общие нотки в аромате есть. В слегка недозревшем состоянии может чувствоваться легкая терпкость. Но при полном созревании уже эта терпкость уходит. Остается сладкий, приятный, ароматный вкус. Киш-миш красный. Третий год кустов. Кустик небольшой. Тем не менее, небольшой урожай тоже есть. Вот такие красивые гроздочки. Желто-розовый. Сейчас такая прикольная у него краска идет. Такую пимпочку. Но на вкус это никак не сказывается. Когда показывали, пробовали, уже он был классный, вкусный, сладкий. Ну сейчас вообще смело можно снимать. Он полностью готов. 12 сентября сегодня. Хрустящая, очень хрустящая ягода. Мякоть плотная. Тоже такая хрустящая, мясистая, сочная, сладкая. Но, как мне кажется, легкий какой-то фруктовый ароматик присутствует. Вот это надо снимать издалека, чтобы видеть во всей красе. Это у нас трехлетка мускат гурманный. Смотрите, гроздочки. Ну такие, наверное, грамм под 400, может и больше. Вот это, я думаю, что под 500. Под две грозди на побег. Вот пожадничали мы и оставились. И посчитать все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. На той плоскости тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемь, двадцать гроздей. Смотрите, какие красивые грозди. Да, причем, ну вот это вообще такая большая. Потому что грамм 800, она точно зависит. Вот это. Вот там, сейчас солнышко светит. Да, и вот какие красотульки. Ягода такая интересная, она молочно-желтого цвета. Достаточно крупная. На 15 сентября полностью созревшая. Хрустящая, сладкая, с приятным легким мускатным ароматом. Гроздачка басанти в школке. Вот такая крупная ягода. С красивыми розовыми мазками. И таким характерным светлым пупсиком. Ягода плотная, мусистая. Приятного гармоничного вкуса. После вкуса чувствуются легкие, приятные фруктовые ноты. При этом надо учитывать, что это все-таки школка. Сегодня 26 сентября. Но мы понимаем, что школка это минимум месяц по срокам. А на самом деле, может быть и больше, кроме того, молодые кусты могут не выбирать полную ароматику. И это вполне нормально. Это у нас бананас в школке. На 27 сентября он созрел. При этом мы четко понимаем, что школка это минимум месяц отставания. Вкус очень интересный. Ягода с легким подхрустом. Вкус такой, ну вот как мне кажется, что может быть даже киви. Вот в его лучшем вкусе. То есть не кислый, а такой сладенький, приятный. Какие-то еще фруктовые ноты. И послевкусие такой тоже очень приятный. Фруктовый. Вкус интересный, конечно. Это у нас парфюм загорульки. Плодоношение в школке. Потенциал, видно, очень хороший. Потому что если в школке он такое выдает, то на обычном кусте все будет гораздо интереснее. Ягода очень сочная. Вкус приятный, легкий мускат. Возможно, что опять же на солнышке он разовьется еще больше. Здесь мы понимаем тень, да? Шкулка. Он даже здесь чувствуется такой хороший вкус. На сегодня наш обзор завершен. Но продолжение следует. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok